Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. В эфире Финам ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «На первом плане возможное решение проблемы фискального обрыва». Ну, то, что все, что связано с фискальным обрывом, действительно, на первом плане уже некоторое количество времени мы с вами к этому привыкли. Но вот неожиданно, ну, хорошо, нет, ожидаемо, да, ожидаемо, мы вдруг увидели, что эта проблема может быть снята еще до Нового года. Так ли это, по крайней мере, об этом мы сегодня будем говорить. В гостях я представляю сегодня Станислав Копылов, управляющий активами отраслевых пифов, управляющий компанией «Уралсип». Добрый вечер, Станислав. Здрасте. И Сергей Григориан, генеральный директор управляющей компании «Номосбанка». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, значит, традиционно вы имеете возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого можно позвонить по телефону в студии 65 10 99 и 6, код к Москве 4 9 5. Еще раз, 65 10 99 и 6. Также можно зайти на сайт компании «Финам.фм» и задать свои вопросы там. Нет, сегодня также, вот сегодня у нас праздничный день, сегодня также присоединились к нам наши слушатели с «Финам.ру». И, соответственно, вы можете зайти туда, значит, пройти по ссылке в видеотрансляции нашего мероприятия, и вопрос может поступить оттуда, ну или ваш комментарий. Ну что ж, еще раз я всех приветствую. Давайте мы не будем отходить от традиций. И картина маслом. 18.05 в Москве. Что происходит на основных мировых площадках, сегодня я посмотрю. Ну, наши сегодня прирастают, прирастают. Не шибко, но тем не менее. Основные индикаторы фондового рынка Российской Федерации. Индекс РСС прибавляет сегодня 0,3%. 1516 текущая котировка. Индекс ММВБ немного под водой, но все-таки позитивно он сегодня торговался. В основном 1478 его текущая котировка. Добавляют сырьевые рынки. Нефть марки Брэн практически 110 долларов за унцию торгуется. Эй, пардон, на унцию, господи. За баррель. На золото смотрю. Золото здорово вчера опять, значит, откорректировалось. И сейчас потихоньку восстанавливается. 1667 долларов за унцию как раз. Вот. Ну, а на валютном рынке чудеса какие-то чудеса чудесные. Евро-доллар продолжает сформовать максимумы. И уже 1.33 сегодня он потрогал. Здорово. Основной набор голубых фишек. На этот момент АвтоВАЗ теряет 3 с лишним процента. Продолжаются горки вазовские. Дальше. В лидерах роста Северсталь, обычка 2, почти 3 процента. Все остальное так вяло текуще и разнонаправленно. Вот такова картина масла. Ну и, значит, к российскому рынку мы вернемся чуть позже. Давайте поговорим несколько о событиях более глобальных. Сереж, давай с себя начнем. И так, фискально, если позволишь. Да, конечно. Хотя, конечно, в очередной раз это будет выглядеть. Но, тем не менее, расскажи, в чем проблема этого самого фискального обрыва? Ну, проблема состоит в том, что в начале года заканчивается ряд налоговых льгот, которые начались при администрации президента Буша. И плюс должны вступить в силу ряд новых налогов, которые должны вступить в силу, так сказать, автоматически, потому что не выполняются некоторые бюджетные правила. То есть, согласно американским законам, должно это произойти. Соответственно, если все оставить как есть, то это и приведет к так называемому разрыву в размере порядка 600 миллиардов долларов, который, если этим не заниматься, может и наверняка окажет негативное влияние в пару процентных пунктов на ВВП США совершенно точно. Поэтому, естественно, можно было ожидать, что этим вопросом начнут заниматься вплотную сразу после президентских выборов. И мы об этом, кстати, говорили, я помню, на одном из эфиров после прошедших президентских выборов. Если вы помните, я сказал, что, скорее всего, рынкам дадут понять, что проблему не пустят как бы на самотек. Понятное дело, что такую проблему вряд ли решат вот так вот сразу, да, и мгновенно. Но, по крайней мере, сигналы рынку будут даны о том, что переговоры начинаются между президентом, Конгрессом, республиканцами, демократами. Ну, то есть мы об этом помним, мы знаем даже. Мы об этом помним, что мы не будем, так сказать, откладывать ее на неопределенный срок. И этого, в принципе, для рынков должно было оказаться достаточно, чтобы какой-то оптимизм поймать. Собственно, это сейчас и происходит, потому что какие-то сигналы о том, что некоторые компромиссы находятся, они приходят. То есть там, я не помню точные цифры, но, по-моему, администрация Обамы уже согласилась, скажем, на то, что налогом дополнительно будут облагаться не американцы с доходом больше 250 тысяч долларов в год, а с доходом больше 400 тысяч, да? То есть это высвобождает определенную часть денег. Плюс к этому он согласился сократить расходы на медицинское страхование на, по-моему, 130 миллиардов долларов в течение 10 лет, что тоже, как бы, некоторый компромисс со стороны демократов. То есть... Пока только демократы навстречу идут, я так понимаю. Как-то республиканцы, они в позе все еще, руки в боки. Они тоже идут, да, я думаю, что Станислав добавит. Просто я говорю, может быть, я не все детали помню, но смысл в том, что рынок видит, что люди пытаются найти компромисс, и это, естественным образом, приводит к некоторой волне оптимизма, особенно учитывая, что рынки были достаточно сильно перепроданы. Я имею в виду российский рынок акций, например, который, собственно говоря, сейчас неплохо опережает в декабре все остальные. И прибавляет там уже, по-моему, порядка 5%. То есть многие спрашивают о пресловутом новогоднем ралли, будет ли оно или нет. Но я вот отвечаю на этот вопрос, что оно уже идет, потому что те размеры ралли в 20-30% в месяц, к которым мы привыкли до кризиса, в 2005-2006 году, мне кажется, про это можно забыть, рынок уже стал более развитый и так далее. Но 5% плюс еще, я думаю, есть потенциал пару процентов до конца года показать, и это будет совсем неплохой результат для одного месяца. Да, согласен. Станислав, давай, пожалуйста, по поводу того, как договариваются сейчас демократы с републиканцами. Те действительно на встречу тоже потихонечку движутся? Да, конечно. Этот порог по заработной плате, от которого увеличивались бы налоги, до этого была информация, что демократы настаивали на, то есть Обама на 250 тысячах, республиканцы там стояли где-то в районе около миллиона, ну и сошлись где-то на этой компромиссной цифре в 400 тысяч. То есть чуть-чуть ближе к демократам. Ну и, соответственно, демократам пришлось уступить по одному из, наверное, таких ключевых обамовских решений, это программа медицинского страхования, ее сокращение, соответственно. Какой-то компромисс уже проглядывается. На этом рынке неплохо подрастает. Если мы говорим о компромиссах, то возможно, ну если уж не поставить точку, то существенный какой-то, значит, продвинуться по решению этой проблемы до Нового года именно. Как ты думаешь, Сереж? Ну я не думаю, что проблема будет, скажем так, разрешена и закреплена печатью до Нового года, потому что там есть еще новый состав Конгресса, по-моему, в 20-х числах января должен быть утвержден. То есть, не, я думаю, что все это будет затягиваться, и, в принципе, рынок, наверное, и не ожидает того, что все это будет в течение недели решено. Главное понять, что у сторон есть желание этот вопрос решать. Вот, и этого на данный момент достаточно для, нужно понимать определенного тактического оптимизма и роста. То есть, это не решает там проблем глобально, потому что никуда не делюсь структурные проблемы долгосрочные. Согласен. Хорошо. Тогда мы, еще один момент я хотел бы уточнить. Ну, наверное, об этом мы тоже уже говорили с вами. Ну, в принципе, если говорите вот о фискальном обрыве, как таковом, если вдруг действительно представить, что мы просыпаемся, да, 1 января, и действительно ничего не решено, и вот то, о чем Сергей рассказывал, по крайней мере, случилось. Насколько это катастрофично для экономики Штатов и для мировой экономики в целом? Денислав, даже если вот худший вариант какой-то представить. Ну, как уже Сергей сказал, речь примерно там о двухпроцентных пунктах ВВП идет. То есть, в течение следующего года, таким образом, в Штатах будет примерно там рост в районе нуля. То есть, ни рост, ни падение, а возможно даже там по некоторым прогнозам и рецессионные показатели. То есть, ну, цена вопроса достаточно большая. И если мы видим там 1 января, что ничего не решено, что и далеки от решения, наверное, очевиден будет резкий рост американского доллара, прежде всего, потому что фискальный обрыв, он, с одной стороны, там, плох для роста ВВП, но, с другой стороны, он хорош для сокращения штатовских долгов. Да, и, по-моему, дефицит бюджета в этом случае падает в два раза за 13-й год. Ну, то есть, это существенно, и поэтому там вот ралли в таких защитных активах, оно возможно в этом случае. Пока вероятность этого оценивают. Ну, понятно, да. Ну, мы всегда говорим о всех возможных сценариях развития событий. Кстати, то, что мы видим сейчас, это все-таки некий оптимизм, потому что доллар-то падает, да, на протяжении полутора недель. Хорошо, сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир. На Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем сегодня ситуацию на мировых финансовых площадках. Ну, прежде всего, наш взгляд посвящен, наш взгляд сегодняшний, да, наше обсуждение посвящено теме фискального обрыва, которое не за горами. Обрыв, я имею в виду, не за горами. Остался до Нового года, что у нас осталось, полторы недели. Ну, что ж, вот об этом мы сегодня говорим. Говорим с моими гостями в студии Станислав Копылов, управляющий активами отраслевых пифов, управляющий компанией «Уралсипа» и Сергей Григорян, генеральный директор, управляющий компанией «Номосбанк». Ну, давайте, бог с ним, отложим немножко разговоры о Штатах и фискальном обрыве в сторону. Что ты, Сереж, как-то Европа отошла на второй план, да, исчезла из лент новостей. Вот, у меня такое впечатление, что там все наладилось. Это так? Ну, нет, я думаю, это временное явление. Там ничего фундаментально не наладилось. Есть там определенные всплески какого-то позитива, типа того, что подняли там рейтинг Греции сегодня. Это, естественно, но нужно понимать, что если бы рынок был очень по-бычьему настроен, это бы вызвало совсем другую реакцию, чем ту, которую мы видели сегодня. То есть, понятно, это все поддерживает рынки на текущих уровнях, не дает им сильно упасть. Но расти им устойчиво, естественно, мешают те фундаментальные проблемы, которые остались и никуда не делись. И, честно говоря, я не думаю, что в следующем году мы увидим их решение. Потому что, ну да, временный эффект от монетарных мер, он имел место быть. То есть, доходности по периферийным долгам суверенным упали, спреды сузились. Тот же греческий рынок акций в этом году, сейчас он откатился, а в моменте, там где-то месяц назад, он показывал доходность выше 20% с начала года, что как бы прошло мимо основных новостных лент, но тем не менее, он был так сильно забит, что, в общем-то, с низкой базы выстрелил. Но при этом испанские и итальянские рынки, они остаются в минусе с начала года. Вот. А что так поторопились? Это S&P, да, поднял рейтинг сегодня? По-моему, S&P, да. А что так поторопились? Какой-то для этого основания? Или опять это психологический какой-то шаг? Ну, они сказали, что есть там эти, так сказать, формальные поводы, да. То есть, люди вроде как стараются идти навстречу, там резать расходы как-то. И давайте их за это наградим. Давайте наградим, да. Теперь у них B-минус, по-моему, да? B-минус, да. Уже не мусорный даже, но это прилично. Это повод, чтобы поднять бокал. Я не думаю, что все равно фундаментальные проблемы с безработицей, с отсутствием конкурентоспособности на мировом рынке, как бы у Европы, особенно у периферийной, остается. В принципе, вот взять ту же Испанию, там безработица больше 50% среди молодежи достигает. А в среднем по стране, там, по-моему, 25, что ли, уже, если брать все население. А среди молодежи, там, после университета, больше 50. Вот, то есть, но там нужно учитывать, правда, что, наверное, половина экономики там серая, как бы, то есть люди работают просто за наличные, там, условно говоря, особенно в курортные сезоны, в ресторанах, там, в сервисе и так далее. Но все равно цифры, как бы, такие, достаточно страшные. Страшные. Кстати, извини, пожалуйста, вот пришел вопрос в тему, что называется. По Европе в следующем году Кипр также будут тянуть, как и Грецию. Это вопрос. А, в принципе, где-то уже, да, проходили, приходила информация о том, что Кипр, вот, пятая экономика, да, уже наворотилась за деньгами, и, собственно, у нее дела-то еще запахлище, чем в Греции. Вот, я буквально читал такую фразу. Станислав. Ну, Кипр, как финансовый центр, наверное, очевидно, что после проблем с Грецией, первый на очереди. Тем более, не случайно, что именно наши слушатели интересуют эту проблему, потому что Кипр, как пишет Андрей правильно, не чужой. Киномостров. Очень много наших интересов, да, это очевидно. Ну, таким образом, если закрывают, сейчас пытаются, по крайней мере, проблему с Грецией, то, ну, не сделать, если сделали первый шаг, не сделать второй. Нелогично. Нелогично, конечно. Поэтому то, что надо будет ждать в начале следующего года, это решение по Кипру. Ну, кстати, надо сказать, что очень мало информации на новостных лентах вообще. Ну, да, если вспоминать, да, как эпопея с Грецией начиналась, да, это было просто притчей в языцах там через какое-то время. Здесь вот завуалировано очень все. Это с чем может быть связано? Просто не хотят раздувать очередную проблему? Ну, проблема, она там видна просто, если туда приехать. Я вооружен, да, глазу? Да, если приехать в столицу и увидеть там пустующие офисы, да, там сотен финансовых организаций, которые там раньше присутствуют, сейчас там нет, ставки аренды там близки к нулям, то есть можно взять в аренду офис просто за тот кост, который там платить электроэнергию, телефон что-нибудь еще, вот, копейки. И уже очевидно, что там финансовая система Кипра, она уже рухнула, ее уже почти нет. Так что там спасать будут, но цена вопроса, наверное, небольшая все-таки уже. Ну, то есть очевидно, да, Сережа, опять возвращаемся к твоему рассказу, очевидно, что Греция ушла на второй план не потому, что там решились проблемы, да, глобальные, а просто вот так случилось. Однозначно. Я думаю, что это, как бы, вам, наверное, лучше знать, как действуют законы мира новостей, так сказать. Мне кажется, что в этом тоже дело. Сейчас просто фокус сместился на Америку, вот, всего, как бы, новостного фона. Попривыкнет народ к новостям по фискальному обрыву, что-то будет отыграно на рынке, снова фокус сместится куда-то еще, то есть в определенный момент в следующем году, я уверен, практически не сомневаюсь, честно говоря, что будет снова в основном фокусе внимания Европа, причем в очень негативном свете. Я не исключаю, что... И кто там в этом списке, помимо Греции, Кипрная, да? Там вся периферия, я думаю, плюс Франция может еще прибавиться, в общем-то. Испания, она уже там давно, в общем-то, но там они, по крайней мере, пытаются что-то сделать. То есть одно их решение по поводу выдачи вида на жительство тем, кто покупает недвижимость за 160 тысяч евро, оно, правда, еще не принято со всеми деталями, но я думаю, что они примут. Это серьезный шаг. Это очень серьезный шаг, и они не скрывают, что они рассчитывают этим самым на российских и китайских инвесторов. Причем, если китайские инвесторы, они смотрят на самые дешевые регионы, то российские инвесторы, они смотрят наоборот на более дорогие регионы, такие, как Каталония и Морбея внизу. — Кстати, извини, пожалуйста, кто-то из наших с вами коллег некоторое время назад в этой студии говорил, будучи, по-моему, в Испании в отпуске, что очень много предложений не только на местном, на английском, но и на русском, и иероглифы там появились. — Ну, я вам могу это сказать из первых, так сказать, уст, потому что я сам там часто бываю, в той же Морбее, да, и там объявления действительно появляются на русском языке, там даже есть организации, типа, ЖЭК номер один, так и написано, кириллицей, то есть по коммунальным каким-то услугам. Но там реально цены упали на 50-70%, и можно по цене московской однушки взять шикарную, как бы, квартиру в хорошем месте. И понятное дело, что, несмотря на весь кризис, есть, как бы, определенный, определенный даунсайд у всего этого, и он уже очень ограничен с этих уровней. И если они еще добавят еще поверх этого вид на жительство, то просто, я думаю, это локальный рынок может взорвать. Потому что рядом есть Португалия, у которой не меньше проблем, где вход такой 500 тысяч евро. И просто она будет никому не нужна, когда там сделают в три раза дешевле. Вот. Но это, в общем-то, я еще раз говорю, в середине следующего года, я думаю, снова Европа всплывет. Я не знаю, какой именно регион, честно говоря. Это, скорее, такое вот чувство по, не по конкретной стороне, а по региону в целом, да. Будет какой-то большой негатив, и провал по евро будет, я даже не сомневаюсь. Я не думаю, что оно уйдет там выше, чем 1,35, вот даже несмотря на текущий рост. Ну вот, да, я, кстати, наблюдаю вот этот график, текущий, по крайней мере, он во многом напоминает прошлогодний, позапрошлогодний, когда движение накануне Нового года резко сменялось противоположным движением после Нового года. И, кстати, фундаментально в этом есть, для этого есть основания. Хорошо. Ну и до следующего нашего перерыва осталось еще немножко времени. Давайте вспомним о том, как жив Китай, потому что понятно, что с его самочувствием многое связывает и мировая экономика, и, собственно, наша отечественная в том числе. Занислав, по поводу Китая. Да, в последнем квартале Китай стал чувствовать себя получше. Это видно по выходящей статистике, индексы PMI немножко отскакивают. Они выше 50 уже, да, и уверенно держатся. По-моему, уже два месяца они там держатся. Электричество, по-моему, тоже подросло. То есть, ну, такие вот фундаментальные показатели немножко улучшились. Но надо отметить, что в четвертом квартале у Китая это можно списать на сезонный подъем все-таки немножко. Да, это происходило несколько лет подряд. А сезонный, подожди, вот в чем здесь сезонность? Конец года? Конец года, да. Может быть, отложенные заказы, какие-то проекты там. Со сменой руководства нельзя никак это связать? Я думаю, пока еще нет. Еще рано, да? Пока еще нет. Пришли новые люди и сразу, вот смотрите, что получается. Да, новые люди что-то принципиально менять не собирались. Политика остается прежней. Таким образом, наверное, все-таки Китай должен быть в фокусе в начале следующего года, чтобы закрепить этот тренд, который начался в четвертом квартале и развеять вот эти вот сомнения по поводу сезонности. Ну, то есть, да, что это невременное улучшение, да? Да, да. А что касается, вот были такие, да, основания, у нас говорится, что Китай в рецессию скатывается, в рецессию. Опасения эти исчезли уже? Как ты считаешь, снизу? Ну, рецессия, что такое рецессия? Это два квартала подряд отрицательного роста, да, GDP. Конечно, об этом речи в Китае не идет. Есть замедление. Ну, судя по всему, вот, по прошествии уже, там, вот этого года, да, можно сказать, что худшего не произошло. Да, так называемый софт лендинг, то есть мягкая посадка. Пресловутое дно, да, все-таки мы увидели. То есть, ну, может быть, это не дно, как я уже сказал, что надо все-таки посмотреть еще следующий квартал. Но какая-то стабилизация есть, и очень много экономистов по всему миру, да, начали апгрейдить Китай. Прогнозы по этой стороне на следующий год гораздо более радужны, чем они были в этом году. Этот рынок выделяется, в отличие от нашего. Давайте мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.фм, и потом поговорим о нашем. Ну что ж, продолжаем разговор. Давайте смотреть уже на российский рынок. Хотя вот, Сережа, интересную историю рассказал по поводу Китая, да. Ну, в любом случае, мы пришли к выводу, что Китай, ну, дай бог, да, все-таки совершил мягкую посадку, и вот эта уверенность, которая возникает сейчас, когда мы смотрим на статистику оттуда, дай бог, она, эта уверенность осталась бы в следующем году, ну, опять, как минимум, квартальчик еще надо посмотреть. Хотя не все так однозначно, да, Сережа? Когда мы говорим о Китае, даже и о статистике, как они рисуют ее, непонятно. Расскажи вы. Ну, насчет того, как рисуют, я не знаю, потому что я там не присутствовал. Нет, 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 нет. Вот, но понятное дело, что в последнее время все чаще народ задается вопросом о качестве, как бы, этой статистики, которую они видят. Вот, и, в общем-то, небезосновательно, да, просто. Есть такая вот небольшая история, могу рассказать. Коллега из Сбербанка Николай Кащеев вот привел ссылку на одну статью, я ее почитал про статью, посвященную там одному американскому менеджеру хедж-фонда, который инвестировал в китайские акции, начинал с относительно небольших сумм, там, своих, друзей, родственников. Были хорошие результаты, понесли инвесторы деньги, как бы он продолжал их покупать, причем покупал не не Blue Chips, какие-то известные, да, компании, которые на слуху у всех, а компании второго-третьего эшелона, торгуемые на американских биржах, вот. И в какой-то момент, причем компания с такой достаточно неплохой капитализацией, то есть там, может быть, до миллиарда долларов доходили. И в какой-то момент он просто решил, скажем так, по... Здесь была стратегическая ошибка, я думаю. Решил просто поехать в Китай и посмотреть, а во что он инвестирует, собственно, живьем посмотреть. Попутешествовав там какое-то время, повстречавшись с людьми в этих компаниях, сделав там какие-то зарисовки, фотографии, он приехал домой, продал все, что у него есть и зашортил. Вот, потому что там в качестве примера там была фотография, как компания, которая должна была быть каким-то суперсовременным инновационным логистическим комплексом. Там это был просто какой-то пустой склад, где стоит какая-то трехколесная тележка, мужик в трениках, китаец, и что-то вроде этого. То есть он сказал, что после этого нужно вдвойне, втройне перепроверять те данные, про которые мы не знаем, откуда они берутся, как их рисуют, собственно. Вот. Это, естественно, не говорит о том, что нужно забыть про этот рынок, потому что там есть и действительно определенные позитивные вещи с макрофронта, которые приходят вот последние 2-3 месяца. Мне, например, там нравится то, что по некоторым видам сырья, особенно промышленным металлом, достигнуты достаточно такие исторические минимальные значения по запасам. То есть прошел процесс так называемого дистокинг. То есть когда тратились запасы, и запасы уже пришли на такие уровни, после которых цены на эти товары уже вряд ли упадут сильно. То есть это мне, например, дает больше уверенности в том, что я являюсь таким умеренным быком на первое полугодие, скажем, на первые даже месяца 4 следующего года. И это мне дает определенную уверенность в том, что этот бычий настрой, он будет верным. Потому что если цены на промышленные металлы найдут какую-то поддержку, то это, несомненно, в общем-то, приведет и к росту риска аппетита по всему миру, и в том числе и наш рынок от этого тоже выиграет. Так что, в общем-то, такая палка о двух концах. Да-да-да. Китай остается, да, такой... Загадка. Восточная. Восточная загадка, согласен. Станислав, вопрос к тебе. Наш слушатель Андрей адресует непосредственно. Значит, звучит он так. На март 13 число он имеет в виду, я не совсем понял. Ну да, на март, может, порастем к апрелю. Первый и второй эшелон интересуют Андрея. К отсечке все ближе и ближе, говорит он. В чем, собственно, вопрос? Ну, вопрос, не знаю, я так понимаю, что вот он интересует его динамикой, ну, на первый квартал следующего года, вот в акциях первого и второго эшелона, может быть так. Ну, я думаю, что второй эшелон может немножко приободриться. Все-таки сейчас он выглядит очень забитым по понятным причинам. Все-таки после неудачного года, да, многие фонды, инвесторы, которые там выводят деньги и, кстати, ни одного, по-моему, за последние два месяца положительной недели с точки зрения притока в нашу страну не было. Вот, и фонды распродают второй эшелон, они систематически там это делают, большую часть оставляя на конец года, поэтому в конце года второй эшелон чувствует себя неважно. Обычно в, действительно, в первом квартале от него можно ждать большего. То есть, если быть так, даже умеренно по-обыче настроенным на первый квартал, то второй эшелон — хороший выбор. Вот, ну, а в первом эшелоне, да, действительно, к дивидендам, когда люди будут больше обращать на это внимание, соответственно, этот дивидендный импульс получит и первый эшелон. Ну, опять, если говорить вот о некой перспективе на первый квартал следующего года. Ну, да, да, речь про первый квартал, конечно. Хорошо, давайте вернемся тогда, сейчас поговорим уже о рынке отечественном непосредственно, но, тем не менее, вот, опять, в рамках разговора о Китае, о его возможности риск-аппетит каким-то образом, да, повысить. Ну, и, в принципе, да, о том, что Китай крупнейший, я бы так сказал, Китай формирует спрос на сырьевые, да, товары, прежде всего. Что, какие перспективы на рынок нефти, Сереж? Какие перспективы? Ну, опять, давай, ближайшие полгода, может быть, а? Да, честно говоря, не готов давать какие-то прогнозы по рынку нефти. Я единственное, что там понимаю, то, что в данный момент очень большая была заложена премия за риск геополитический, который, скорее всего, будет сходить на нет, мне так кажется. По причине какой? По причине того, что там все же сосется? Я думаю, что Америка вряд ли будет воевать с Ираном, вот. Ну, то есть там вот эта вот тлеть это будет, да, Сирия, да, периодически возникают какие-то там локалии. Да, но видно, что, как бы, тот, та премия за геополитический риск, которая была заложена в ценах, она, как бы, не оправдывается. И вопрос, вот, будет ли она сдуваться. Если она будет сдуваться, а есть прогнозы, скажем так, независимых аналитических агентств, там, не от инвестдомов, которые, там, делают рассылки, даже от западных, а от независимых, таких, платных аналитических агентств, которые делают свой анализ, и они говорят, что эта премия будет сдуваться, это может привести к падению на нефть, там, на 15-20% в следующем году. Если это произойдет, то, конечно, нашему рынку не поздоровится. Вот, вопрос, как бы, во-первых, произойдет ли это, и если произойдет, то когда? Я не думаю, что это нам грозит, там, в течение первых, скажем так, домайских праздников. Вот, если какой-то негатив и будет, а я думаю, что он будет на рынках, то, скорее всего, он случится летом. Вот. Ну, в принципе, может быть, да, опять похоже на то, что происходило в этом году, да, когда мы где-то до мая, так, достаточно неплохо подрастали, а в мае все растерялись. Собственно говоря, сезонный фактор тоже никто не отменял. Есть статистика, которая показывает, что если вы инвестируете в наш рынок, условно говоря, просто 1 ноября и продаете 1 мая, то ваш счет просто идет вверх за всю историю нашего рынка. Я не помню, во сколько раз, раз в 20, по-моему, он увеличивается. А если вы, то есть гораздо больше, чем сам индекс вырос за это время. А если вы покупаете 1 мая и продаете 1 ноября, то есть делаете наоборот, то ваш счет просто около нуля вот так вот идет, понимаете? То есть сезонный фактор, он как бы тоже имеет место. Ну, здорово, смотри-ка. Просто есть так называемая гарантированная стратегия. Можно и так сказать, к сожалению, никто не скажет, будет ли она работать и в будущем, но до сих пор она работала. Как и любая статистика, дает порадоваться на то, что было, но не дает никаких оснований гарантировать то, что будет. Станислав, два слова по поводу рынка нефти, как ты видишь его в ближайшей перспективе? Ну, я, наверное, соглашусь, что премия геополитическая может сдуваться, однако на самом деле от Ирана очень много зависит от самого. Потому что вот тот запрет на продажу нефти, который Европа наложила там в середине года, он был очень существенным на самом деле для Ирана. Порядка там 60% своей нефти они не могли продавать в Европу. Тогда первые мысли были, что эти объемы можно легко пристроить в Азии. Однако, поскольку были еще запрещены транзакции со многими банками, международные банки там не присутствуют, соответственно, очень сложно рассчитаться просто за эту нефть. И пристроить ее было, видимо, очень тяжело, потому что экономика Ирана просто рухнула. Валюта обвалилась там, в моменте, по-моему, это было процентов 40, я не знаю, как сейчас, да. Ну, то есть у них реальные финансовые проблемы. И если в следующем году они пойдут на какие-то сподвижки по своим ядерным программам, там, не знаю, допустим, побольше наблюдателей и так далее, и тому подобное. Ну, ты имеешь же подвижки, то есть они пойдут навстречу мировому сообществу, да? Да, да. В попытке вот отменить все эти запреты там торговые, да, то вполне вероятно, что эта премия уйдет. Может быть, там, не полностью, да, но существенно. Но пока Иран не сделал ни одного такого шага. Нет оснований предполагать это. Ну, и даже если все-таки предположить, что эта премия будет действительно исчезать, то как далеко ниже 100, если ниже 100 долларов по бренду, например, можем мы увидеть ценник. Ценник. Нет? Если Иран будет очень позитивен, то может быть там в район 90 долларов. 90 может сходить, да? Да. Понятно. Ну, вот сейчас, опять-таки, если я смотрю на текущие котировки по бренду, вот в районе 110, да, и, в принципе, можно говорить, что, ну, те же самые, да, рост аппетита к риску или что-то еще заставляет сырье расти. И верхняя граница диапазона, если уж опять говорить о некой среднесрочной истории. Так, хорошо. Теперь давайте сосредоточимся непосредственно на российском фондовом рынке. И, в принципе, действительно, надо сказать, что этот год оказался для него непростым. И, в принципе, даже если на текущий, да, курс посмотрим мы, то начиная, сейчас я график открою, начиная с января текущего года, не слишком далеко мы ушли, не слишком далеко. Значит, по поводу аппсайта, да, Сергей сказал, что если до конца года, собственно, настроение не изменится, мы можем еще и порасти, но, видимо, не так далеко. Вот в целом по индексам, да, если можно, Станислав, твою точку зрения, собственно, как мы будем на конец года? При, опять-таки, да, при отсутствии неожиданно негативных новостей, вот так бы я сформулировал. В этом году уже, наверное, времени так много. В самом конце года рынок совсем засыпает, потому что люди разъезжаются по отпускам, в Америке праздники, в Европе тоже. Соответственно, если речь про эти несколько дней, наверное, действительно, как Сергей говорил, речь про пару процентов. То есть, возвращаясь к идее этих самых новогодних, рождественских ралли, по сути, вот, все, что мы сейчас наблюдаем, это оно и есть. Я правильно понимаю? Пожалуй, да. Да. Так, у нас есть звонок, давайте мы послушаем и, наверное, ответим уже после новостей. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, добрый вечер, Владимир, Москва. Да, Владимир. Хотел спросить, докуда может укрепиться еще рубль, да, если вот так уже новогоднее ралли началось, да. Что будет тогда, если после фискал-клива, да, с рублем? И, ну, докуда укрепиться и будет ли спрос в следующем году на вот эти слова УФЗ, из-за чего, многие говорят, укрепляется, собственно, рубль. Ясно. Спасибо, Владимир, спасибо. Значит, сейчас мы слушаем новости, потом отвечаем на ваш вопрос. Ну, что ж, продолжаем наш эфир. Время, время, новостей чуть не сказал. Время отвечать на вопросы. Владимир озвучил один из них. И, действительно, по этому поводу есть еще вопрос от нас, слушателей. Давайте, собственно, обсудим ближайшие и не очень перспективы российской валюты, российского рубля. Я сейчас посмотрю на график, чтобы было понятно, да, о чем идет речь. Значит, текущая котировка 30.70. После подтверждения, да, вот этого уровня в 30.50 мы видели движение вчера, в частности, позавчера, выше 31. Но сейчас опять вот он возвращается к нижней границе диапазона. Ну, если смотреть с технической точки зрения, никаких особых, никаких особых из ряда вон выходящих событий здесь не наблюдается. Фундаментально, мы говорили, да, спрос на рубль возрастает в конце года в связи с началом налогового платежей, ну и так далее, тому подобное. Станислав, да, давай, твоя тема. Ну, в конце года часто бывают волатильные такие дни, потому что, ну, как говорят трейдеры, я сам немного торгую валютой, вот. Вот, закрывают позиции, никто не хочет ничего переносить через год, поэтому там какие-то флуктуации есть традиционно. А если говорить фундаментально вот про те тренды, которые мы видели в уходящем году, что мы можем видеть в следующем, ну, надо сказать, прежде всего, что этот год, конечно, проходил под знаком долговых рынков. И, видишь, наш конкретный, да, истории с ОФЗ? История с ОФЗ, с Евроклиром, Клирстримом. То есть, тот шаг, который давно ждали от регуляторов, был таки объявлен. Все это мы увидим со следующего года. Ну, я имею в виду... Как это заработает, да? Как это заработает, да. И иностранные деньги, там, заходили и в начале года, и в середине, и под конец года тоже был достаточно хороший спрос на облигации, в особенности государственные. В конце года, наверное, немножко переключился больше на такие квази-государственные, да, там, госкомпании и так далее. Ну, что я слышал от коллег, которые занимаются долговыми рынками, что в следующий год, непосредственно после, вот, введения этих регуляторных мер, все-таки приток еще будет. То есть, в ожидании какой-то достаточно существенный будет приток денег. И пойдет он опять на долговой, да, опять-таки, если... Ну, это неизбежно. По факту все равно будет какой-то приток, да. Может быть, достаточно существенный. Что будет потом, вот в этом вопрос. Можно сделать следующий ход. Стороны регуляторов, то есть, сделать, скажем, добавить к ОФЗ, там, гособлигациям, еще вот какие-то... Инструменты еще, да? Еще корпоративные облигации, да, какие-то. Возможно, там, следующим шагом об этом тоже идет речь, там, через год-полтора. Акции локальные. Это тоже достаточно важно. То есть, вот, инфраструктура рынка, она несколько улучшилась. И это, вот, спровоцировало притоки. И, во многом, из-за этого рубль чувствует себя неплохо. Ну, плюс, конечно, под конец года мы увидели такое бегство из Safe Heaven, из доллара, золота, там, и так далее. Когда подвижки с этим фискал-клифом произошли, рубль, как рисковая валюта, тоже была в хорошем спросе. Ну, и вот, если говорить о... Ну, давай уж, там, неделя осталась до Нового года, по сути, тогда полторы недели. Если говорить о том, что спрос на рубль останется прежним, да, будет продолжать этот спрос расти, может быть, даже, где мы можем увидеть до конца года рубль? Ну, как я сказал в самом начале, из-за, вот, повышенной волатильности в конце года, ну, я не вижу смысла прогнозировать именно вот там. Ну, сильно ниже. Вот 30-50, еще раз говорю, это были ближайшие вот такие уровни поддержки, что называется. Сильно ниже, ниже 30-ти, можем увидеть? Я назову все равно 30-50. 30-50, да? Хорошо. По статистике это самое вероятное событие. Ну, действительно. Тем более, оно уже неоднократно, да? Как мы уже говорили, произошло. Так, ну, и еще один вопрос. Наверное, больше мы озвучить не успеем сегодня, точнее, ответов на вопрос. И тоже, наверное, логика в этом есть. Растущий аппетит к риску, бегство из доллара, там, не знаю, еще с чем-то связано. С новогодними праздниками золото очень волатильное. Золото, Сереж. Вот что ты по этому поводу можешь сказать? Что с ним происходит? И вообще, какие перспективы у него? Да, ну, я думаю, что золото сейчас переживает период такой здоровой коррекции. Который назрел, да? В мега-тренде, да, в своем. Ну, на самом деле, оно достаточно плохо пиформит уже второй год, можно сказать, после максимума 2011 года. Уже почти полтора года оно, в общем-то, в боковике находится. Сейчас оно припадает. Но, честно говоря, я не думаю, что это начало глобального разворота вниз, потому что, мне кажется, что причиной для этой коррекции послужило то, что, когда американцы объявили увеличение программы количественного смягчения с 40 до 85 миллиардов, да, выкуп бумаг. Это последний заседатель. Последний, да. Они сказали, что, если раньше они не устанавливали никаких сроков, да, и рынок как бы предполагал, что это бесконечно, то сейчас они сказали, поставили таргеты по безработице, например. То есть, когда безработица будет 6,5%, мы это прекращаем. То есть, это, на мой взгляд, рынок это воспринял как то, что данная программа, она конечна. И, соответственно, золото перестанет иметь такую поддержку вот от постоянного вливания ликвидности, да. Но, как мне кажется, мое личное мнение, что это больше сентимент, настроение, чем реальные причины для такого, для окончательного избавления от золота. И рынок это осознает. Скорее, раньше, чем позже. Я не думаю, что золото уйдет ниже 1600 на текущей коррекции. И не исключаю, что уже в следующем году оно еще раз протестирует максимумы 2011 года, выше 1900. А таким вот тактическим сигналом на вход в золото лично для меня будет, я здесь могу просто элементарно апеллировать к техническому анализу, просто посмотреть, когда золото станет перепроданным не в долларах, как мы его все привыкли измерять, а в евро. Потому что, в принципе, вот эта тенденция, рост евро, рост золота, падение евро, падение золота, оно в долгую работает. То есть, если сейчас это идет в некотором разнобое, это не означает, что нарушилась долгосрочная корреляция. Поэтому, как только я увижу, что золото перепродано в евро, а оно уже приближается. Вот на графиках, если вы посмотрите, золото, выраженное в евро, к уровням, которые, ну, я субъективно считаю уже перепроданными. Поэтому я считаю, что с этих уровней его дальнейший даунсайт ограничен, и его скоро пора будет подбирать в расчете на хороший рост в первом полугодии. Спасибо. Сережа, смотри, на самом деле у меня нет графика евро против золота, но есть золото против доллара. И действительно, вот нынешний уровень, 1665, во-первых, 200-дневная скользящая средняя, это линия тренда практически с мая этого года, восходящего тренда с мая этого года, еще раз говорю, на дневном графике. Так что технический сигнал для покупки, он все равно присутствует. Ну, тем не менее, долго ли коротко ли время у нас заканчивается, к сожалению, поэтому я буду прощаться. Еще раз напомню, в гостях сегодня были Станислав Копылов, управляющий активами отраслевых ПИФов, управляющий компанией «Уралсип», и Сергей Григорян, генеральный директор управляющей компании «Номосбанка». Большое спасибо гостям, большое спасибо слушателям за внимание, всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.